Евгений Иванович Пинаев родился 13 сентября 1933 года в селе Володарском Карагандинской области на территории Северного Казахстана. После семи лет в городе Щучинске поступил в Свердловское ремесленное художественное училище номер 42, которое так и не закончил. После этого переехал в Кишинев, где все-таки заканчивает Кишиневское художественное училище. В 8 лет своей жизни Евгений Пинаев посетил мореплавание. Он работал на рыболовных и учебных парусных судах, сначала матросом, а впоследствии и ботсманом. Все это время активно занимался живописи. Первым произведением, с которым мы познакомимся, будет «Автопортрет художника», выполненный в 1974 году «Темпер». Художник изображает себя в морской фуражке и брезентовой штормовке. Он лишен любых деталей. Следующая живописная картина – «Старая гавань в Марселе» 1973-2006 годов. Марсель – старинный город, основанный примерно в 600 году до н.э. греками. В состав Франции он вошел только в 1481 году. Этот красивый город является крупнейшим портом страны и всего Средиземноморья. Неудивительно, что Пенаеву захотелось изобразить его гавань с огромным количеством дешвартованных парусников. Еще одно живописное произведение, выполненное в 1985 году – «Кёнигсберг. Калининград. 1958». Основание Кёнигсберга уходит корнями к 10-11 векам. В разное время этот город принадлежал Польше, Пруссии и Германии. В 1945 году Кёнигсберг был передан в СССР, а в 1946 переименован в Калининград. Хоть во время Великой Отечественной войны исторический центр города был разрушен, ближе к окраинам сохранилось достаточно старинных европейских зданий. Поэтому можно смело утверждать, что Калининград является маленьким уголком Европы в России. Следующая картина «Остров Командора. На дальних берегах» 1979 года отсылает нас к творчеству знаменитого детского писателя Владислава Петровича Крапивина, с которым Пинаева связывала многолетняя дружба. Они познакомились в 1967 году, когда Пинаев ходил матросом на парке Крузенштерн. Под влиянием Крапивина и сам Пинаев начал увлекаться писательской деятельностью. Из-под его пера вышли несколько повестей и рассказов. «Острова Командора» — это вымышленный огромный мир, в котором живут герои многочисленных книг и приключаются с самой невероятной историей. В этом году Владиславу Крапивину могло бы исполниться 85 лет. На самой же картине мы видим остров старого корабля, выброшенного на берег штормом. Деревянная лодка уже давно засыпана песком, и рядом лежит сломанная мачта, а под свинцово-серыми тучами одинокое релье две чайки. Все эти произведения входят в постоянную экспозицию «Мастера уральского реализма», которую вы можете увидеть, посетив музей уральского искусства.